Ребята, привет от самого ленивого художника! Сегодня хочу показать, как с помощью планшета и программы Procreate нарисовать свой автопортрет, даже если у вас нет такой фотографии. Итак, заходим в Pinterest и выбираем любую картинку, нарисованную девушку, какая вам нравится. Ой, вот это прям очень красиво, я себе сохраню, кстати. Я заранее до этого сохранила вот эту вот девочку, мне очень понравилась ее улыбка, нарисована тем более уже. Качаем вот эту магическую программку. Она, к сожалению, платная. Если вы найдете аналог бесплатный и пришлите мне, буду благодарна. Нажимаем плюсик, вот плюсик. Теперь жмем на Леонардо Ди Каприо, вставляем эту фотографию, находим те, которые фотки нам нравятся, где мы себе нравимся, черты лица четкие, здесь нужно, чтобы было. Вот я уже несколько с фотографией загрузила. И тут надо, чтобы я улыбалась. Вот эту улыбающуюся выберем. И нажимаем создать проект. И теперь, конечно, она слегка корявенько это делает, но мы же с помощью нее... Посмотрите, Наташа улыбается. Теперь сохраняем. Safe image. И погнали рисовать. Все покажу. Захожу в программу Procreate. Там я могу выбрать любого размера хвост. И вставляю фотографию. Вы видите, вставить фото. Выбираю ту фотографию, которую уже сделала. И растягиваю ее по своему экрану, по тому размеру. В кисточках, значочек с правой стороны, выбираю кисть. Там их вложено автоматическое огромное количество. Вы можете любую выбрать. И в кружочке с правой стороны, в верхнем, выбирайте цвет, каким хотите прорисовать. И по линиям нашего рисунка нам нужно прорисовать основные черты. Глаза, улыбка, носик, руки, волосы, направление. И уже когда мы прорисовали, здесь нужно четко выбрать кисти для тела. Мы сейчас будем рисовать тело. И вот два квадратика, которые рядом возле цвета, это слои. Создайте новый слой и рисуйте поверх наших прорисовок. Потому что если мы будем рисовать по этим прорисовкам, которые мы сделали, то мы будем его стирать. Поэтому создайте новый слой. И я только что обвела своей кистью свой рисунок, который мне нужно лицо и руку, и объединила его одним цветом. Теперь, нажимая на гаечный ключ, я вставила референс. Референс той картинки, которую буду срисовывать. И нажимая на референс, он копирует рисунок туда, куда вы пальчиком тыкнете. Он копирует цвет. И цвет в правой стороне появляется. А вот эта вот штучка, она, во-первых, содержит кисти. Я даже не знаю, кстати, как она правильно называется. Ну, я вам стрелочкой тыкнула на нее. Она содержит структуру кисти такую же, какой мы рисуем, но только она смягчает все. Вот теперь наша задача перенести цветовые пятна и благодаря вот этой штучке, которая возле кисти, просто наши прорисовочки смягчать. То есть это вообще магическая какая-то штука. Если вы знаете, как она правильно называется, поправьте меня. То есть наша сейчас единственная задача, это просто наносить цветовые пятна, которые на нашем референсе есть, и смягчать их нашей волшебной палочкой. Кисть вы тоже можете выбирать по характеру и структуре, какую хотите. Спокойненько посидите, изучите, какие там есть кисти. Они даже шершавость кожи переносят, как нужно. Я для себя выбрала любимые. Если захотите, я вам пришлю ссылкой, не ссылкой, а скрином, какие кисти мне больше всего нравятся, потому что там их огромное количество, и я даже не пользуюсь и половиной тех кистей, которые есть. Здесь сейчас наша задача сделать подмалевок, максимально похожий по цветовым пятнам, как в нашем референсе. То есть я просто тыкаю на лицо в референсе, повторяю цвет и наношу его пятном. Потом беру волшебную палочку и той же структуры, как моя кисть, сглаживаю рисунок. То есть ничего сложного, здесь не нужно уметь рисовать. Дальше ваш, знаете, как этот скилл будет расти, когда вы будете слой прорисовки, вот эта черная, она же нам все помогает и держит. Когда вы этот слой прорисовки уберете и сами прорисуете уже цветом, как нужно, чтобы не было вот такого мультяшного рисунка. Но это следующий уровень. Это главное вам сейчас протестить и попробовать эти кисти, как они работают, с какими кистями лучше рисовать волосы, с какими кистями лучше рисовать кожу, с какими кистями лучше рисовать разные текстуры. Там даже есть блики воды, текстура дерева, ну то есть огромное количество всего, с чего вы даже не можете вообразить. Поэтому нужно просто потыкать, посидеть. Это основные клавиши, которыми я пользуюсь. Главное не забывать про слои, которые находятся вот возле цвета, возле кружочка. Цвет может быть как квадратной классической палитры, так и кругом цветным. Волосы. Мы сейчас переходим на волосы. Как я рисую волосы? Я начинаю от темного. Я выбираю темную зону, выбираю внешний вид пряди, который есть, там есть прям по волоскам. И начинаю просто прорисовывать темные места той текстурой волос, которые мне нравятся. Для того, чтобы волосы натуральные смотрелись, не рисуйте их, знаете, как вот обводят прядочки. Нарисуйте темный кончик и темное начало. Видите, как я капельку прорисовала и затемнила сверху, и затемнила снизу. А вот уже посередине у меня будет другой цвет. То есть варьируйте разными цветовыми пятнами. Не старайтесь рисовать одним цветом. Это вообще плохо и смотрится мультяшно. Перебирайте разные цвета, экспериментируйте. Даже если вам кажется, что эти цвета как бы не сочетаются, вы потом возьмете магическую вот эту палочку, она смягчит тоже по текстуре, и у вас будет все схоже. И не забывайте про свет, который падает на ваше лицо, на ваши волосы. Вот у меня, получается, свет падает слева направо. Поэтому у меня левая часть гораздо светлее. И блик на щечке, и блик на носике. Ну и на референсе это есть. Я, кстати, решила убрать кепку, не оставлять ее, решила сделать просто с волосами. Поэтому тоже вот это цветовое пятно не забывайте. Сейчас я просто цветом заполняю волосы, какие есть. Потом вот беру магическую палочку, выбираю текстуру волос и сглаживаю, как мне хочется, чтобы... Здесь в ней, кстати, самое главное, это направление соблюдать. То есть если мы будем в разные стороны, просто куда попало направлять кисточку, то, естественно, она будет сглаживать коряво и некрасиво. Здесь главное направление волос, что нам и помогает та копирка, которую мы сделали с самого начала в рисунке. Потом, когда вы закончили набрасывать цвет, выберите кисточку, которая больше вам понравится по прядям, как она выглядит. И сделайте пряди максимально живенькие, максимально, знаете, которые в движении. То есть к лицу добавьте прядок, чтобы они вот как будто падают на лицо. И в папочках наших, две папочки, да, вы можете вот убрать прорисовку и посмотреть, чего не хватает. Или оставить прорисовки. А еще вы можете соединить все слои, которые у вас есть, взять волшебную палочку нашу, это тоже из ленивых, и смягчить линию, которую мы прорисовывали с самого начала, нашу копирочку, да, с которой мы срисовывали. И когда вы смягчите, то тогда вообще произойдет магия, как будто вы сами нарисовали этот рисунок. То есть можно смягчить или убрать. Но убрать это сложнее для тех, кто еще не научился рисовать. То есть вам, когда вы уберете, вам придется эти все линии повторить самостоятельно, да. Но если вы этого не умеете делать, то оставьте линии, которые вы прорисовали, и просто аккуратно их смягчите. Но вот здесь вот нужно не наделать грязи, а именно по направлению смягчать кисточкой с помощью волшебной кнопочки, смягчать наши линии. И дальше уже задача, ребят, и терпение только вот лично ваше. Вот сейчас, в принципе, работа, как подмалевок и, в принципе, как работа, меня устраивает. Но если вы более щепетильный и более требующий к себе человек, то тут вопрос детализации. Дальше идут часы, потом идут украшения, потом идут блики на волосах, блики на коже. И вы все это можете посидеть, прорисовать. То есть дальше уже идет время. Время, которое вы будете затрачивать на ваш рисунок. Кстати, о татуировке. Я взяла этот рисунок татуировки, также скрин из Пинтереста, и вставила таким же образом, как мы расставляли фотографию, просто потом ластиком стерла лишнее. Но только стирайте это в другом слое, не на слое, где у вас рисунок, потому что вы будете истирать сам рисунок. То есть потыкайте, поэкспериментируйте. А еще посмотрите, как круто можно оставить свой автограф. Только вы об этом знать будете. Было полезно? Лайк!